Друзья, привет мои! Книжка упала. Сегодня речь про небо. Почему его снимают, почему надо снимать. И вот в русском музее я нашел книжки. Ну вы знаете, да, Ивазовский снимал очень часто небо. Множество картин, где небо. Ну и другие тоже авторы снимали его, в том числе. Большая картина упала. Компас. Ловеноч будет вашим компасом по поводу вопросов, почему мы снимаем небо, почему начинающие фотографы начинают снимать небо и зачем вообще все это нужно, грубо говоря. Ну а начну с того, что можете зайти в интернете посмотреть описание, что такое небо, но любой из вас, кто живой человек, в принципе, знает, что небо это то, что сверху, то, что над нами. Поэтому свойства, сегодня 11 число как раз, хороший день, как видеть и как снимать. Я так и заглавил это видео. И начинающие фотографы и вообще люди, которые интересуются и древние греки и римляне, все цивилизации обращали свои взоры в небо. Статистика говорит о том, что современный молодой человек очень редко, но обычный человек смотрит в небо. Некоторые даже утверждают, что он может 30 секунд или минут смотреть в небо. Ловеноч с детства смотрел огромное количество времени в небо и и звезды, и когда звезд нету, и днем. Поэтому для меня этот вопрос не стоит, а совершенно. Я продолжаю изучать небо, небесные события, которые происходят. Ну и вообще небо само по себе имеет некую прочтение и магическое, и философское, и религиозное. Для всех оно разное. Для кого-то научное. Поэтому, почему снимают небо? Чтобы это понять, я в принципе сказал бы так, простым словом. Для меня, как человека, который занимается фотографией, это интересно. Это основной вопрос и вообще для меня это интересно. Поэтому так же, как и в школе Фавионыча, все уроки практически интересны, так же и небо снимать интересно. Если вам не интересно небо снимать, скорее всего, вы, наверное, скорее всего, не знаете его каких-то свойств. А свойств очень много. И это, конечно, непросто снимать небо с одних стороны. С другой стороны, некоторые считают, что это совсем просто. Поэтому начинают свое хождение фотографию со съемки закатов, со съемки восходов, со съемки облаков. Ну, это очень хорошо. Почему? Потому что есть загадки и есть интерес к этому. И люди начинают уже на этом тренироваться. Поэтому небо, как объект тренировки фотографа, это замечательно. И сразу отвечу еще один аспект. Это важно для редких событий, о которых я говорю, которые происходят постоянно на небе. Каждый день в любой части земного шара всегда можно увидеть какие-то необычные явления на небе. Поэтому, если вы хотите свое время направить туда, на небо, ваш взгляд, то вы найдете это все. Соответственно, это развивает наблюдательность, я бы так сказал. И не только в плане того, что вы, если на звездное небо смотрите, вы сможете какие-то найти структуры, так называемое созвездие, да, или найти звезды определенные, да, которые потом уже, когда вы привыкнете, вы будете узнавать сразу же. Да, поэтому это развивает и координацию, и много всяких других наук. Но я начну, конечно, с определения прилагательных в русском языке. Русский язык очень богатый, для описания неба. И в других языках тоже оно по-разному написано. Ну, в английском Sky обычно обозначают, хотя есть еще несколько обозначений. Я вам зачитаю сейчас некий такой длинный список. И, может быть, вы, если захотите, прокомментируйте, что для вас небо, нужно ли его снимать или не нужно, или нужно доверить его искусственному интеллекту программа Adobe Photoshop, да. И что вы используете для съемки неба, да, это отдельный разговор, светофильтры какие-то, да, специальные, вне зависимости от того, снимаете вы на пленку или на цифровую камеру, штативы для того, чтобы снимать, например, темное небо или там при низкой освещенности, азимутальные установки специальные, которые следят. Для съемки астрообъектов. Вот такие вопросы. И перейдем к этому списку. Список достаточно большой. Я постараюсь какую-то энергетику вам передать. В первом списке здесь беззвездное небо. Что это значит? Скорее всего, это имеется в виду, что небо все-таки ночное, да, но звезд там нет. Даже дневное, хотя многие считают, что из колобца нужно увидеть звезды, да, но беззвездное небо имеется в виду, что звезды. Откуда это выражение? На высоте, раньше считалось, что поднимаясь на высоту 16-25 километров, можно увидеть много звезд. Потом это все, когда поднялись уже сначала, в начале века, растат, и потом человек поднялся, первый известный, который батискап потом сделал. И он увидел, что нет, действительно, там ничего не видно, никаких звезд нету. А еще, если выше подняться, 30-40 километров, вообще звезд не видно. И аппараты, да, в том числе, вот недавно Сигму запустили в Пи на таком шаре, она поднялась там, вроде, по-моему, в 100 километров, что-то такое. В общем, никаких там звезд, ничего не видно. На таких высотах воздух очень разряженный, и свет солнца настолько яркий становится, что если в горах кто поднимался, но видит, что я в таких местах тоже был не совсем высоко, на 8 километров, да, ну, 3 километра я был в таких местах, где небо в определенные часы, оно просто черно-сиреневое такое, да. Интересный эффект, потому что действительно уже цвет меняется. А цвет, вы знаете, от чего меняется? Цвет меняется от того, что углы, опять-таки, оптика, да, рассеяние частиц, поскольку наш глаз за время нашей эволюции, во-первых, делает наш мир красивым, да, зеленый красивый, голубой мир, да, почему голубой? Потому что рассеиваются другие длинные волн, и, соответственно, остаются вот эти фиолетовые области. При слонении солнца, когда оно закроет, на захвате, именно на расходе, который стоит весь в облаках у нас в Питере, наоборот, там красный, оранжевый, желтый, не обязательно это из-за того, что длины. Может это произойти из-за того, что какие-то внешние частицы будут загрязнены небом, да. Ну, сейчас это видно, так, кругом мы наблюдаем такие явления. Когда, вот я снимал, недавно показывал, что в ранее там трех часов дня внезапно небо стало красным. Во многих частях появилось красное поздравление, а потом, когда солнце уже начало сходить, этого цвета не стало. Задайте себе вопрос, кстати, из-за чего это происходит. Это беззвездное небо, да. Дальше, ярко-голубое. Ярко-голубое, вы наверняка наблюдали такое небо, напишите, где вы наблюдали самое красивое ярко-голубое небо, именно голубое. Звездное небо. Звездное небо, ну, понятно, да, съемки ночью, съемки с длинными выдержками, или просто в бинокль наблюдали, или как бы долго в стороне от городов, где-то в горах, долго смотрите, глаз привыкает, и видите огромное количество звезд, видите наш, с торца нашу галактику, да, которая вот выглядит, как такая линия небольшая. Облачное небо. Обширная тема для фотографии, поскольку облака, мало того, что они разных форм, разных длификаций, они находятся на разных высотах. И в Питере, например, можно наблюдать очень-очень низкие облака, которые там чуть ли не там, не знаю, 200-300 метров, да, дальше идут, соответственно, кучевые облака, перистые, высокослоистые, серебристые, сейчас которые говорят, новый вид облаков, которые вот сейчас вот начинают исследовать, такие электромагнитные образования. Ну, в общем, облако, облачность и вообще облака фотографии добавляют некую живость и некую красоту, поскольку это красиво. Ярко-синее, ярко-синее, не ярко-глубое, ярко-синее небо. Есть такой термин, да, это не только в синий час, хотя такое время тоже мы ходили, когда вы смотрите мое видео, это как раз после двух часов заказал солнце, да, есть даже фотографы, я прикладывал ссылку и в австрии, которая занимается съемкой как раз в эти часы. Безоблачное небо, абсолютно безоблачное, оно может быть разного цвета, может быть светлым, может быть белым, как угодно. Предрассветное, о чем мы говорили, да, то есть это как раз золотой час, когда начинаются первые лучи или наоборот синий час за два часа до восхода солнца нашего светила. Свинцовое. Понятие очень интересное и здесь можно вспомнить разные там всякие группы, Led Zeppelin в том числе. Поэтому свинцовое небо, здесь такой цвет свинца, если знаете, но многие не видели свинец, потому что во многих частях запрещен свинец сейчас. Но свинец, он имеет такой очень интересный цвет, это серый цвет, такой не асфальтовый, собственный. И вот небо бывает тоже таким. Фотография, она очень интересно выглядит, особенно в черно-белой фотографии. Седьмое небо. Видите, это уже не прилагательное, это уже число, можно сказать. Не будем уговорить. Пасмурное. Пасмурное тоже. Пахняйте, очень обширное, поскольку зимой пасмурное одно, летом пасмурное другое. Везде по-разному. Лазурное. Очень красивый цвет, немногие камеры могут его передать. Фавион может передать, если вы об этом знаете прекрасно, кто смотрит на мой канал. И вообще хорошие камеры, как раз кто снимает цветной фотографии. Лазурный цвет неба, это очень интересно, очень сложно. И во многих случаях это может передать через отражение каких-то новых объектов. И сегодня, кстати, в Инстаграме, в группе, там выложили как раз Ломоносовский мост, Ломоносовский мост, которым я недавно снимал стрит, если смотрели мое видео. Но я говорил, что еще огни не заплись. Вот сегодня выложили как раз там эти фотографии. Мы, кстати, туда отправимся, обязательно поснимаем в вечернее время. Это одно из интереснейших мест. И получилось так, что сейчас уже лед у нас встает, начинает. И там человек, видимо, вышел очень рано и очень поздно, ночью. И на очень длинной выдержке, чтобы смазали все машины, снял это отражение. И там получилось отражение вот этого цвета, подсветки красивой. И, соответственно, часть попала неба в очень красивый цвет. Бледно-голубой. Ну, здесь понятно. Грозовой. Грозовой небо. Я делал много фотографий и небо. С разных цветов, с разных цветами, с разных цветами. Подадим перед этим фотографиям. Это на самом деле, с разных цветами. Я делал огромную количество конструкцию, в чем-то, в чем-то, разумно-разумно. Вот здесь, в чем-то, в чем-то. Сейчас, в чем-то. И, в чем-то. я делал фотографии, могут принимать на то небо. Вся маленькая полочка. Я, в себе. это можно передать с помощью теней, особенно в черно-белых фотографиях, в цветной том, в том числе, бездонное небо и на размеры его попробовать можно передать. Рассветное, что мы говорили про это? Голубое, блеклое. Что такое блеклое? Понятие очень интересное, вас спрашивают, что это такое? Белесное, тоже из этого разряда. Темно-синий, синий, только еще более глубокий, темно-синий. Бирюзовое, интересный очень оттенок, редко где он встречается, но тем не менее, я говорил, что такое случается, когда не измененная атмосфера, или наоборот, красивый. Сумеречный. Сумеречный. Тоже по такой понятию, видите, общее, да, то есть его можно произвести. Это, кстати, все, что мы называем, это может являться интеллим. Предвечерственное. Ночное небо. Ночное небо. Оно может быть разное, у всех оно разное абсолютно. И снимать его можно тоже и в городе, и в пейзажных фотографиях. Бесцветное небо, да. Здесь говорит о том, что вы не смогли передать небо. То есть небо как такового нет, наверное, в моем понятии. Ясное. Ясное небо. Чистое, да, обычно когда яркая освещенность. Летом или в какие-то зимние дни, когда ясное небо. Полностью ясное. Сумрачное. Пасмурное, сумрачное, примерно. Фиолетовое. Лиловое. Сиреневое. Вечернее. Осеннее небо, да. Понятие уже, видите, связано с временами года, поскольку выделяет именно. И фотограф, который хочет передать именно осень, он должен понимать, что передать осеннее небо, чтобы вы не спутали. Или, например, если я снимаю листья без деревьев, чтобы непонятно было, это осень все-таки или весна. Видите, есть какие-то приемы, которые позволили бы человеку посмотреть на фотографии и сказать, что да, действительно, это осень. Только зайдет небо. Или наоборот, только весна. Есть такие фотографии у меня. Дождливое. Ну, здесь все просто, да. То есть дождь идет. Вот сегодня, кстати, у нас дождь, ледяной дождь обещают. Я хочу выйти посмотреть. Может быть, нам удастся в эти небольшие часы. Сейчас вот 10 часов. Ну, вот у нас, вы знаете, в 3 часа уже темнеет, поэтому... А в 10 только встает солнце. Так что такие дела. Ноябрьское. Ну, и здесь по списку, по большому счету, всех месяцев, да. Морозное. Морозное, кстати, очень хорошее время. Сейчас у вас будет такая возможность. У многих уже есть такая возможность. Кто-то живет там, где уже морозы начались. Роза, розоватая, сизая, кроваво-красная. Кроваво-красная, это уже, видите, такое... Уже с подтекстом, с таким, что это намек на то, что небо отображает какой-то знак, какие-то явления, какие-то события. Почему кроваво-красная? Я, кстати, снимал кроваво-красная, как раз, когда взорвался самолет с питерцами нашими. Это 15-й год был, 31-го октября, по-моему, да. И вот как раз в этот день я был на берегу Невы, в широкой части ее, в загородном. И вот буквально этот закат вышел, снял. И через некоторое время объявили, что самолет разбился. Знак такой был очень сильный. Открытое. Открытое. Закрытое небо, наверное, вряд ли, хотя тоже. Августовского. Ну, видите, то есть по месяцам. Знойное. Знойное – это очень сильные лучи, то есть очень яркое солнце. Соответственно, передать знойное небо тоже достаточно сложно. Необъятное. Это, наверное, все-таки ближе всего к такому бескрайнему, да, необъятное. Соответственно, необъятное – это, соответственно, наверное, все-таки не только передать размеры, да, ему, но попытаться показать, что оно за горизонтом. То есть, может быть, для паскоземельщиков это тоже будет интересно. Февральское. Ну, по месяцам, понятно, да. Дымное. Здесь, наверное, в городах, кто живет, достаточно просто это сделать. Чернильное. Интересный термин. Причем чернильное тоже, видите, это же не обязательно черно-белая фотография. Это чернильное. Черт цвет чернил может быть фиолетовый, который я, например, такими чернилами пользовался в 80-х. Потом уже сейчас современно перешел на коричневые цвета. Но чернильный цвет тоже очень необычный, интересный. И такие вот черные с фиолетовыми оттенками – это в технике. Color, от которой я занимаюсь, очень интересно заниматься такой. Сентябрьское. Ну, сентябрь, понятно. Зимнее. Тоже ответьте на вопрос, что для вас зимнее небо. Прозрачное. Ну, прозрачное близко к тем терминам, которые мы выше обозначили. Утреннее, да. Ну, вот сейчас утро. Утреннее небо. Можно назвать это утренним? Нет, конечно, да. Оно уже больше какое-то мрачное, непонятное какое. Бархатное. Очень необычный термин, который взят от материала бархата, да. То есть такое нежное, такое красивое, мягкое, одновременно блестящее. Видите, как слова подбирать сложно, достаточно. Ну, пур-пур. Почти как штатив мой, на котором все это стоит. Январское. Ну, в ближайшее время многие, кто захочет встретиться, участвовать в школе или вообще выложить какие-то фотографии, мы будем разбирать ваши фотографии, если захотите. Мы можем сделать конкурс, даже если интересно, на конкурс на Январское небо. Мартовское. Ну, здесь очень хорошо. Мартовское небо, оно отличается от всего. Ну, для меня, во всяком случае, поскольку оно мартовское. Низкое. Низкое небо, да, то есть вот есть высокое небо, когда высокие облака, а есть низкое, плоское. Вот то, что сейчас у нас, это очень низкое небо. Ну, не в плане того, что оно плохое, то есть внизу находится. Оно просто давит такое низкое. Зеленоватое. Интересный оттенок. Не часто его встретишь, где есть море. Этот оттенок можно увидеть, где есть горы, то есть в других местах. Напишите, кстати, что вы думаете и в каких местах вы встречали именно вот такое зеленоватое. Апрельское, понятно. Июльское, летнее, весеннее я пропущу. Темное. Ну, здесь по все понятно, я думаю, что ничего сложного нет. Безбрежное. Тоже сложно будет передать, потому что оно имеет отношение не только к размерам, да, но еще и показать, что оно простигает в глубину, в высоту другие измерения, можно так сказать. Чистое. Ну, тоже такое понятие интересное, растянутое. Ну, чистое небо. Грязное небо. Декабрьское. Оно сейчас. Декабрьское. У всех оно насколько разное. Июльское. Тропическое море, да. Интересный очень аспект, потому что в тропиках нужно побывать. Небо там действительно отличается очень сильно. Я в тропиках, можно сказать, что не был. В субтропике, наверное, да, тропическое небо. Ну, Крит, субтропики все-таки, наверное. Это тропическое небо, оно сильно отличается, поскольку температура там практически постоянно одинаковая, да, экваториальная. Наверное, ближе к всего, хотя это не экваториальная, но тропики, я думаю, что там нет. Кто будет, кстати, напишите, что такое тропическое небо. Тропики. Так. Тропики. Штормовое. Ну, здесь Кайвазовском, я думаю, что он все знал про Штормовое и тысячи картин, которые были написаны. Кто знает. Беспросветное. Не очень хороший термин, но актуальный ночи, да, как говорится, беспросветное небо. Можно, кстати, и конкурс на беспросветное небо сделать, если интересно. Майское небо. Ну, майское небо тоже отличается, оно не мартовское. Майское очень сильно отличается от всех остальных. Черное небо, да. Ну, черное небо в фотографии, в цветной фотографии достаточно, наверное, просто. Черно-белой сложнее. Мутное. Ну, вот сегодня у нас точно мутное небо абсолютно. Лунное. Лунное небо, да, это говорит о том, что наш источник, наш спутник, наш, говорю, да, спутник Земли, Луна, можно так сказать, тело небесное, или там, Селена, как ее называют, вот оно освещает небо, и небо становится лунным. И цвет приобретает. Ну, здесь, кто снимал на море лун, луну, да, снимал лунные вот эти закаты, знает, что такое лунное небо. Оно может использоваться в качестве арта. У меня есть множество фотографий необычных, где с луной все это снято. Да, у вас, наверняка, тоже есть. Степное. Очень интересное небо. Я видел это все. Могу сказать, что для передачи этого настроения действительно нужен хороший инструмент, но это очень тонкий оттенок, который действительно сильно впечатляет. И существуют фотографы во фликере, которые пытаются воссоздать его, да, искусственно, это степное небо. Оно интересное вообще. Багровое. Ну, мы можем пропустить это. Равнодушное. Видите, какое равнодушное небо. Вопрос к вам, напишите в комментариях, что такое равнодушное небо. Давящее. Какое давящее небо. Видите, какие-то космические термины уже пошли. Для меня давящее. Ну, у меня ассоциация сразу, что это космические давящее. Полуденное, да, полуденное. Ну, полуденное высоко, особенно когда есть это реальное. Полуденное небо, очень контрастное освещение, очень сложное для фотографа, для любого, да. Ну, правда, FP Sigma снимает на чувствительности 6 лиза, поэтому для нее, я думаю, что полуденное небо вообще не проблема. Пылающее. Пылающее, то, что я говорил, да, оно горит. Не обязательно это солнечное, ой, ой, ой. Северное сияние, да, но пылающее небо, оно действительно как будто небо горит. У меня такие фотографии есть, и действительно подходит термин для того, чтобы объяснить, что небо горит, пылает. Именно светом. Парижское. Интересный, да, аспект. Парижское небо, хорошее очень для меня загадка, потому что я не был в Париже. Оранжевое, ну, здесь понятно все. Раскаленное. Ну, кто видит, как раскаляется металл, какой цвет, соответственно, он может, увидев небо, и сравнить его с раскаленным небом. Безрадостное. Ну, безрадостное, да, ну, не будем сегодня про безрадостное, сегодня хороший день, пятница. Зачем нам безрадостное небо? Молочное, да, очень интересный оттенок, удивительный по своему восприятию, по передаче, поэтому, если вам удастся уловить и передать это молочное небо, это действительно сказочная штука. Калифорнийское, да, небо в Калифорнии, но видел фотографии, которые в Калифорнии, и могу сказать, что такие места не обязательно в Калифорнии. Подобное небо можно увидеть в Австралии, хотя тоже там не был, но фотографии передают как раз и похожие оттенки калифорнийское небо. Туманное. Ну, здесь понятно все, в Питере этого туманного неба дофига, можно сказать. Полярное, очень интересное, да, полярное небо, холодное небо, очень чистое, прозрачное. И, скажем так, кристальное, я бы сказал, такое. Кстати, здесь кристальное нигде не было, можно в этой свёночке добавить, что кристальное. Берлинское. Ответьте, кстати, есть у меня знакомый хороший, который в Берлине живет много лет, и если он меня смотрит, будет смотреть, пускай напишет, что такое берлинское небо. Тусклое. Ну, здесь понятно, сверкающее, да, оттенок очень необычный, интересный, блестящий, искрящийся новогодний. Южное. Ну, южное тоже понятие относительно, потому что южное небо может быть и на севере, но в наших широтах, когда я снимаю много времени с балкона, с других мест, я часто говорю, что сегодня явные облака на такой высоте, что оно может сказать, что оно южное. Беспредельное. Ну, необъятное, беспредельное, это всё такие бить. Фронтовое. Ну, здесь какие-то военные термины, которые кто служил, знает, что такое фронтовое, да. Ну, фронтовое, это действительно какая-то стена, какие-то образования такие, которые то чётко образовывают границы, и, соответственно, небо, когда меняется погода резко, вот эти фронты, так называемые, их называют фронтами в метеорологии, вы можете эти фронты когда увидеть, я тоже фотографировал такие явления, вы понимаете, о чём речь идёт. То есть, небо имеет разные стороны освещения, разные среды и плотности, и за счёт этого образуются такие фронты погодные, да, которые сейчас вот у нас сегодня, как раз, такой фронт будет, но он не будет чётким, он, скорее всего, просто так нагрянет на нас. Здешнее. Хорошее слово, да. Туташнее. Можно добавить туташнее. Туташнее или здешнее. Ихнее, я бы ещё добавил, да, оттуда же, из этих же терминов, ну, тоже интереснее. Желтоватое. Желтоватое. Не жёлтое, именно видите, а желтоватое. То есть, такое, видно оттенки классического неба, обычного, классического, да, классического, кстати, тоже нет описания. Ну, и последнее здесь указано пустынное. Пустынное небо. Наверное, всё-таки это не связано с пустыней, а именно с тем, что пустыня на небе. То есть, мы видим, что небо не имеет никаких образований, никаких облаков, что оно просто без ничего. Ну, вот, попробую сегодня такое короткое видео. Оно рассчитано в первую очередь на вас, на ваши комментарии, на ваши вопросы. И надеюсь, что вы напишете, что вы думаете про съёмку неба. Всем спасибо. До свидания. Не забудьте взять фотоаппарат с собой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин